Привет мужики и мадамы. Сегодня у нас второй выпуск рубрики пришли свой реплей, для которого вы прислали очень много реплеев, большинство из которых было еще до версии 1.7.1, которая недавно вышла. Я их тогда прям еще торопился все пересмотреть и, ну, практически все я успел глянуть. И по большей части вы прям старались прислать реплеи, чтобы там было прям много-много урона или много фрагов. И таких боев, естественно, преобладающее большинство. Но на этот раз я решил остановиться на реплее, где нету миллиона дамага, тысячи фрагов, миллиард пятьсот семьдесят четыре медали. В общем, бой вроде бы обычный. Игрок тоже обычный. Не статист, не задрот, просто обычный игрок. На обычной ПТ девятого уровня советского танкостроения. Здесь как бы и динамики никакой нету, прям экшена какого-то дикого. Но вкупе того, что происходит с игроком, что происходит на миникарте, что происходит вообще с распределением сил, это реально какая-то дичь. В общем, я половины боя вообще не одуплялся, почему он длится и все еще, и как здесь можно было взять мастера, я тоже не понимал. В общем, давайте смотреть, как это было. Итак, у нас встречный бой. И что это значит? Я, конечно, не мастер читать сетапы, но просто встречка сама по себе подразумевает, что весь бой должен происходить на флаге. То есть надо максимально быстро туда добраться, не дать врагу захватить базу. Собственно, можно поехать здесь, здесь, ну и даже здесь, кто пошустрее, чтобы там в затылок заехать, насувать, пока в середине, собственно, здесь самая развязка происходит. Соответственно, вот тут ехать, ну, просто вообще не варик, потому что это нереально долго. То есть даже если светляки здесь поедут, то не факт, что они успеют к концу игры. За это время можно просто просрать игру, даже не увидев никого, не стрельнув. Если только к вам, тоже какие-нибудь упаранты здесь не выйдут. И вы там как 2-3-5 дебилов будете долбиться друг в друга, когда основная задача захватить флаг будет происходить вообще на другом конце карты, и вы туда просто физически уже не успеете, если что-то пойдет не так. Ну, как я и сказал, сетапы я читать не умею, это лично мое экспертно-диванное мнение. И художник из меня тоже такой себе. В общем, давайте смотреть, что будет. Ну, пока все по фэн-шую. То есть большинство поехало по низу, часть поехала здесь по верху. Ну, сейчас за светляком мы поворачиваем и не поворачиваем. Ладно, хорошо. Мы едем, скорее всего, по дороге, и сейчас по низу наверх будем подниматься, да, вот. Со взводным. И с артой. И еще с артой. Без праджета. Здесь. База там, а мы здесь. И стб один уснул. Че он там спит? Алло, Вась, тут пиздец творится, че ты там уснул? А он, походу, действительно уснул. Но из виды мы его терять не будем, потому что... Что-то мне подсказывает. Просто этот кусочек я позже добавил. Что он нам еще пригодится. Поэтому следим за ним. Следим. Следим внимательно. Ну, ладно. Ребята здесь явно легких путей не ищут. Насрать, что вот все уже нервничают, что на базу нужно ехать. А, никто не едет. И тортик это все обогнали. Какая грустная история, вы посмотрите. Еще ничего не началось. Еще даже минуты игры не прошло, а уже тортика обогнали. СТБ один впал в кому. Здесь вот эта вот могучая кучка поехала явно не по нужному направлению. Ну, че может пойти? И базу уже захватывают. Базу вдвоем. Уже захватывают базу. А наши бравые парни едут здесь. Здесь. На расстоянии 80 световых лет, сука, от базы, которую захватывают. И где нет никаких признаков жизни врагов. Но, тем не менее, мы едем здесь. А СТБ один все еще с... Проснулся! С бодрым утром, ёпт. Еще и враги появились. Здесь, здесь что-то вообще странное. Я не понимаю, что происходит. Вот че происходит? Там захватывают. Там никого нету. Враги уже там скучковались. Уже сейчас базу возьму. СТБ один наконец-то проснулся. Здесь война почему-то. Война здесь. Далеко от базы. Война. Че происходит? Я в шоке. Я не понимаю. Вот че... Почему так? Ну, понятно. 430У вообще пробить сложно. Даже на ПТ. Но, тем не менее, там уже три врага захватывают базу. Наши бравые ребята пасутся здесь. Воюют с тремя дурачками. Ммм... Это здесь. Ебать, че творится? В смысле, сколько человек на базе? Сколько на базе врагов? Вообще там, там все в красном. Там все в говне. Мы здесь смотрим, как пытаются убить 430У через стену. СТБ, братик. Сделай что-нибудь. Сделай. Это... Это пиздец. Это пиздец. Я кроволол ищу уже. Я не знаю. Что? 22 секунды до конца игры. У нас накидано 0. 718. Пардонте. Пардонте. 518. СТБшечка, да. 14 секунд. 13. 10. 10 секунд до конца игры уже. Все. СТБшечка, сделай что-нибудь. Сделай. 8 секунд. 7. 6. Пип... 20. Ммм... Ммм... СТБ заходит в затылок. Я смотрю. Не, ну мы побеждаем. 5-3 уже. 5-3. 10 секунд до конца игры фактически. Но 5-3. Здесь батчату ебало откусили. Все. Все спасено. Я понял. СТБ приехал. СТБ братик приехал. Спас положение. Просто приехал и спас положение. Ну здесь все. Здесь горка наша. Молодцы. Конечно совсем другой вопрос. Нахрена нам эта горка с этими тремя скалолазами, которые здесь вышатали? В то время как СТБшка в холодном поту проснулся и побежал давай спасать базу. Знаете, тут по горам прыгают. Откуда мастер? Откуда? Откуда мастер может быть? Когда тут косарь урона. Еще одно непопадание. 300 ассиста. Мы совсем на другом берегу тут бежать. Минуту. Минуту как минимум бежать. Это надо забивать как-то. Точно. Сбить, чтобы прям в ноль. Минута до захвата. Надо бежать уже. Братик. Ну я понимаю, ты фугас заряжаешь. Давай разочек вжахни. Сбил целых два захвата. Все, пора бежать. Пора бежать. Бежать. Пора. Пора бежать. Они уже скрылись там. Все. А пока наш братец сбежит, чтобы взять мастера. Давайте попробуем толкнуть эту рубрику в рекомендации на ютубе. Потому что без ваших лукасов, комментов, подписок этого точно не произойдет. А рубрика совсем новая. И без вашей помощи нихрена не получится. Спасибо, пожалуйста. Не, ну здесь прям можно громко выдыхать уже. 7-5. 8-5. 8-5. Это уже победа. Наши уже полностью окружили врагов. На базе. Захватить тебя уже явно не успеют. 9-5. СТБшка убила СТБшку. Не, ну чувак вообще прям четко проснулся. Вообще красава. Выспался бодрый. Приехал, шатал. Молодец. Медаль этому гражданину. А мы все еще едем. Косарь накиданного. 10-6. Как мастера? Как? Там 5 врагов осталось. 5. Все. Нет никого уже. Мы еще подранка в половину. 10-7. Ну что-то больше похоже на истину. Знаете. Все еще война. Мы все еще едем. Солько я усну сейчас. Отходники видать. Или корвалов подействует. 11-8. Братья, не отходи. Правильно. Правильно. Пропусти того, кто потолще. Дудки у всех не опускались. Фугас. Хорошо зашел. Фугас. Отлично. Сергей, убегай лучше отсюда. У тебя там здоровья вообще нет. Ты больше мертвый, чем жив. Нет. Он не толкнется. Он тут будет дымиться еще до Китайской Пасхи. Давай. Выходи, убивай. Дым нюхать. Сергей Сергеевич. Сергей. Зачем ты вылез? Дай-ка ему, дай-ка ему прям в нище. На 430. Лучше бы ты ББшкой ушатал. Честно, насмерть бы уже точно. Все равно фугас заряжает. Ладно, молодец. Не спорю. Все, уже почти два косаря накидал. Да. 12-1. Сука, было такое преимущество? 12-1. Как? Сейчас я хочу, что это будет 12-12. Да? Вот куда ты лезешь? Как ты лезешь такой дохлый? Вот куда? Смотри, кашетил. Чувак? То есть он сейчас в угадай мелодию играл, да, такой? Угадай по двум нотам, куда тебе въебать. И въебал. Я не понимаю, как он вот. Все, 12-12. 12-12. У нас братец остался с артой. Против пеструна. Эстэшки. В пеструна он не попал. Пеструн все, сейчас закружит, завертит. Разъебет. Ну, хоть арта ли оперта на крыло. И то радует. Еще шестьятор. Шестьятор. Тут жопу ковыряет пестру. Тут шестьятор. Как хорошо он ему зазарядил-то, а? Не, ну, арта. Арта молодец. Арта забрала. Арта ст. Это самое главное. Теперь главное. Не поддаться на провокации пеструна. Сука, он быстрый. Он быстрый. Он закружит. Он, блядь, закружит его, сука. Я не могу на это смотреть, блядь. Я не... Уху! Это была ошибочка, пеструнишка. Лучше бы ты у нее на жопе покатался. Не, ну, заслуженный мастер. Молодца. 4.300 накидан, 660 асиста Вообще молодец Парнишка просто реально молодец, хорошо скатал Пусть не туда поехал, пусть что-то накосячил Но, тем не менее, он там чуть-чуть захватил, чуть-чуть сбивал СТБ, СТБ важный персонаж в этой катке, тоже вообще красавец Хоть и выспался, но 100% очков захвата он сбил Без него бы однозначно пиздец был А сейчас, ребят, я вам расскажу еще одну историю чудесную Вы реплеев много прислали, и как бы все я точно не могу в ролики вместить Но вот еще один маленький кусочек я вам точно покажу Внимание на экран Итак, мы находимся на битве блогеров С этой стороны у нас картавцы Один из них зачем-то на стену поехал Ну, неважно Там у нас Лебва Лебвы бегут там, Лебвы На тебе Лебва Рикошет, ну бывает, правильно? Бывает, ну пуха касая, там он довернулся Рикошет, ну, подумаешь Здесь мы, естественно, братец, никого не увидим Придется с тебя разворачиваться Правильно Правильно, а то там Твой один уже, вон, пыхтит На него ОМОН бежит Он тут пыхтит, на него бежит ОМОН Он уже отсирает, уже СОС, уже все Еще подзатыльником его ебит, правильно? А что, блядь? Ему так там обосраться уже Ну еще подзатыльником, конечно Давай еще раз Давай, давай, шатай Давай Ну давай Не пробил Ну, конечно, не пробил Получил за это, не пробил Молодец Бывает Со всеми бывает Особенно ОМОНа не пробить Блядь, ну больно он бьет Вот молодец Выцелил Хорошо Прям красиво Пробил 481 в копилку есть Но что будет дальше? Кому-то оторвут башню Будет еще миллион непробитий Кто-то кинет цветую гранату И всем пиздец Смотрим Что-то точно случится Убьют трупа Убьют трупа Ну, тоже Ну, не попал Ну, не пробил Ну, уже в убитого стрельнул Давай, вот Чапаев Чапаев В затылок Дай ему У тебя голда заряжен Что может пойти не так? Что? Вот что Просто в жопу Голдой ОМОНу Не пробил В очередной раз Не пробил И вот тут он спрашивает Че? Пардоньте Мой французский Но Блядь, ты свой ник видел вообще Ведь ты как обозвался Так и обосрался В смысле не пробит? В смысле? Хуй на кромысли, блядь Ты не пробиваешь их Просто из-за того Что ты так обозвался Ты ведь не можешь срать Не мучай жопу Поменяй ник, пожалуйста Если ты не пробиваешь никого Просто не можешь никого пробить Даже голдой Даже в задницу Ну, поменяй Поменяй ник, пожалуйста Не страдай больше Ну, ладно, братья Все норм У меня у самого сейчас такое бывает Сто раз не пробил Пизды получил В ангар с нулем улетел Ты, главное, там не распоряживайся И молодец, что прислал Вот не прислал бы Я бы тебе не показал Прям прикольный момент Меня зацепило Спасибо А на этом Суперфейлеры Я завершаю этот видос И вас прошу Пожалуйста Давайте все-таки Толкнем этот ролик В рекомендации И в комментах там Напишите Че хотели бы Чтобы я добавил Че я там поменял Че вам понравилось Че не понравилось В общем Все пишите Все читаю Все отвечаю А будущим хейтерам Которые будут писать Всякую хуйню Сразу Большой физкульт привет У меня есть охуенная кнопка Вы там пыжитесь Вы там пишите Вы там усираетесь Вы там блять Желчь копите Сука на клаву Выливаете А я кнопку бан И все И досвидули Это если вы не знали Но вас сразу посмотрели Теперь знаете Все Всем спасибо Пока Пока